Утро от первого, мы на месте. Тринанс-доработок, вручили в эту сколу поезды. Из-за принят, уезжаем. Водители Шымкента все чаще жалуются на грубые нарушения правил дорожного движения со стороны скутеров и присылают в редакцию видеофиксацию. Эти молодые люди маневрируют между рядами, превышают скорость и неожиданно подрезают автомобили. Как не трудно догадаться, причина такой разнузданности в безнаказанности. Пока не будет принят закон, нереально администрировать нарушения водителей по факту несуществующих транспортных средств. К тому же без госномера, поскольку регистрация им, понятное дело, тоже не требуется. А водитель автомобиля ВАЗ выехал на пешеходную зону возле остановки с людьми. Видимо, очевидным фактом, что тротуар все же предназначен для пешеходов, а для водителей существует проезжая часть, он решил пренебречь. Очевидцы просят других водителей не брать пример, так как это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. И надеются, что подобное нарушение не останется без внимания полиции. Но точное наказание будет зависеть от ряда факторов и определиться в ходе производства. Метамфетамин в банках из-под колы пытались провести через Шымкент. Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии наркотиков. В ходе досмотра большегрузного автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке кола. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%. Проводится досудебное расследование. Служебная собака обнаружила наркотики возле тюрьмы. 9 апреля в ходе патрулирования прилегающей территории учреждения УИЗ номер 53 со служебной собакой по кличке Цезарь Дуиз обнаружили лежащий вдоль забора сверток с зеленым растительным веществом со специфическим запахом. Прибывшие сотрудники полиции отправили найденное на экспертизу. Погреб с марихуаной обнаружили под гаражом Шемкенца. Наркодилера задержали оперативники городского департамента полиции. В погребе его гаража обнаружили мешок с марихуаной и около 200 свертков с тем же веществом. В помещении мужчина распасовывал наркотики и хранил для дальнейшего сбыта. Масса изъятых наркотических средств составила свыше 10 килограммов, что является особо крупным размером. Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование. Из гаража в городе Туркестане пропали инструменты. Оказалось, что ночью туда проник молодой вор и похитил болгарку, электропилу и прочее. Подозреваемого нашли. Краденное имущество вернули законному владельцу. Выясняется причастность задержанного к другим преступлениям. Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве. Женщина разместила в социальной сети ложные объявления о том, что поможет оформить инвалидность и поставить в очередь на жилье. Войдя в доверие к двум местным жителям, она выманила у них полтора миллиона тенге и пропала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Саро-Арташского районного отдела полиции установили 31-летнюю жительницу Алматы, подозреваемую в совершении мошенничества через соцсети. В настоящее время подозреваемая арестована, а уголовное дело направлено в суд. Полиция задержала неоднократно судимого приверженца деструктивного религиозного течения. Сотрудники по противодействию экстремизму Департамента полиции Тургистанской области совместно с Комитетом национальной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали жителей Житусейского района. Приверженца религиозно-деструктивного течения. Неоднократно судимый 58-летний мужчина создал в мессенджере чат, где публиковал видеоматериалы радикальных проповедников и размещал сообщения, пропагандирующие идеологию религиозно-деструктивного характера. Его задержали, проводится расследование. Десять фактов незаконной добычи рыбы, а также нелегальный сбыт рыбной продукции был выявлен в ходе акции Бекере. У нарушителей изъяли около полутора тонн рыбы, в том числе 48 килограммов осетровых пород и 3,5 килограмма икры. Возбуждено 12 уголовных дел. Взыскано штрафов на сумму больше 2 миллионов тенге. За 10 дней операции органами внутренних дел выявлено 72 нарушения, в том числе 10 фактов незаконной добычи, 2 факта приобретения или сбыта, 1 факт провоза рыбы и рыбной продукции. В Ахталу задержана автомашина, в салоне которой обнаружено и изъято 1 килограмм икры, рыбы, осетровой породы без соответствующих документов. Кроме того, на берегу Каспийского моря задержана моторная лодка, на борту которой обнаружено 9 штук судака, 2 штуки осетра. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле. В Сарагашском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Полицейские обнаружили у мужчины в кармане бумажный сверток с двумя дозами мифедрона. Ранее судимый был вновь арестован. По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 700 правонарушений загрязнения окружающей среды. В Туркестанской области полицейскими ведется системная работа по предупреждению нарушений правил благоустройства территории, загрязнения мест общего пользования, уничтожения и повреждения зеленых насаждений. Только за два дня сотрудниками полиции выявлено 739 правонарушений, а нарушители привлечены к административной ответственности. Зарегистрировано 11 случаев незаконной торговли товарами или иными предметами, а также 72 факта торговли в неустановленных местах. Также выявлено 267 фактов загрязнения мест общего пользования, в том числе выборы с коммунальных отходов в неустановленных местах. По нарушению правил благоустройства территорий, уничтожению и повреждению зеленых насаждений выявлено 194 административных правонарушений. Продолжение следует...